ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России идёт работа над законопроектом, который вводит административную и уголовную ответственность за скручивание пробега у автомобилей. Идею активно продвигают официальные продавцы машины. Они предлагают регулярно фиксировать показания одометра транспортных средств, например, при визите в автосервис или в страховую компанию. Предполагаемый размер штрафа за корректировку пробега от 100 до 300 тысяч рублей. Это на первый раз. Если манипуляция проводилась неоднократно, то нарушителю будут грозить от одного года до трёх лет тюрьмы. ТРАССА СТО ОДИН В России может появиться федеральная программа «Доступные автомобили». Она будет рассчитана на многодетные семьи. Речь идёт не о покупке нового авто отечественного производства в кредит, а о его долгосрочной аренде. При этом плата за пользование машины, считают авторы инициативы, не должна превышать 5% от её первоначальной стоимости. То есть при цене авто в 1 миллион рублей отдавать придётся не более 50 тысяч в год. Расходы на ТО и страхование государство предлагается взять на себя. ТРАССА СТО ОДИН В Совете Федерации усомнились, что в нашей стране возможен полный переход на электронные водительские удостоверения. По мнению одного из сенаторов, Александра Бушкина, виртуальный документ небезопасен с точки зрения сохранности данных гражданина. Кроме того, гаджет, с помощью которого надо будет предъявлять цифровые права, может сломаться или разбиться. Плюс далеко не везде имеется доступ в интернет. Но, так или иначе, члены Совфеда рекомендовали Минцифры и дальше совершенствовать мобильное приложение госуслуги авто. ТРАССА СТО ОДИН На российский рынок выходит седан Венуция Д60+, сделанный на основе Ниссан Центра. Машина выпускается на китайском заводе Ниссан. Заявленный ценник авто – 2,5 до 3 миллионов рублей. Модель оснащена 122-сильным бензиновым атмосферником, который ранее устанавливался на кроссоверы Джук и Кашкай. Трансмиссия – вариатор. В базовой комплектации имеются две подушки безопасности, АБС, система стабилизации, дисковые тормоза, цифровая приборная панель и так далее. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН